Подключил нового слушателя Подключил нового слушателя со владельцем сервиса стал Эдуард Тектинский Газета коммерсант номер 227 от 10 декабря 2018 года Строение 10 владелец девелоперской компании Эдуард Тектинский инвестировал 60 миллионов рублей в сервис Запущенный основателем радиостанции Дорожное радио Проект позволяет создавать плейлисты для ресторанов и торговых точек Конкуренция в этом сегменте растет Причем появляются проекты с более продвинутым функционалом Предупреждают эксперты Петербургский девелопер Эдуард Тектинский Стался владельцем стримингового сервиса Мазлаб Рассказали твердый знак представители бизнесмена Он приобрел 29,33% в управляющем сервисом ООО ЦРКТ По словам собеседника твердый знак Знакомого с деталями сделки Господин Тектинский инвестирует в Мазлаб 60 миллионов рублей основный бизнес господина Тектинского Петербургская девелоперская компания АПИ Кроме того, в 2018 году он продал Яндексу 33,25% в сервисе доставки партии Еды Девелопмент был и остается абсолютно приоритетной точкой приложения моих сил и энергии, но мне интересны и новые проекты для инвестиций, объяснил Эдуард Тектинский Мазлаб Основан в 2016 году и предлагает платформу для управления аудиоконтентом в публичных местах, ресторанах, магазинах, медицинских и торговых центрах, фитнес-студиях и на автозаправках Контролирует Мазлаб Основатели радиостанции Дорожное радио, сейчас входят в Европейскую медиагруппу, по данным Кататка Доджу 29,34% ЦРКТ Андрея Данилова, 29,33% у Сергея Емщикова Ранее они инвестировали в компанию 18 миллионов рублей в числе крупных клиентов Мазлаб Лукойл Лексус И Тойота Всего к сервису подключилась одна тысяча клиентов, еще одна целая пять десятых тысяч и тестируют его Сервис развивается в Москве, в Санкт-Петербурге и других регионах Помимо подписки на плеер Мазлаб Зарабатывает на правах на музыку и оборудование В основном сервис работает с авторами напрямую, в редких случаях направляет отчисления в организации по коллективному управлению правами Российское авторское общество, РАУ, и Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности, ВАИС За счет инвестиций основатели планируют усовершенствовать функционал, на базе Мазлаб Будет создана единая платформа по управлению не только аудио, но и видеоконтентом Кроме того, компания планирует собирать и анализировать информацию о поле и возрасте посетителей и их покупательской активности В 2017 году на рынок вышел аналогичный сервис, созданный по заказу РАУ и ВАИС Плеер По данным его сайта, к нему подключились уже 13,9 тысячи площадок Конкуренция в сегменте растет, а по описанному функционалу Мазлаб Уступает Рядом дополнительных элементов Считается основатель Stellium Music Работающий над запуском еще одного проекта в этой сфере Андрей Никлюдов Но потребительские свойства не будут играть ключевую роль в принятии решения клиентами сервиса На первом месте – легальность контента, отмечает он По данным компании Altevox Обеспечивает музыкальное сопровождение в McDonald's В России Совокупный российский рынок музыкального вещания в точках продаж не превышает 50 тысяч локаций Средняя выручка с одной в месяц Около 2000 рублей Сейчас чаще всего операторы подобных сервисов находят контент агрегаторов за рубежом В основном в США и Великобритании И работают с ними по лицензионным или сублицензионным соглашениям Тогда как иметь дело с правообладателем напрямую дешевле Отмечается владелец Altevox Ибрагим Гаджиев По словам амбудсмена в сфере интеллектуальной собственности Анатолия Семенова Сотрудничество с РАО и ВАИС упрощает бизнес и значительно снижает риски претензий со стороны правообладателей Однако цена такой простоты и безопасности намного выше, чем прямые покупки прав Елизавета Макарова